Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 13 сентября. В эфире Финверсия ТВ и традиционный еженедельный обзор финансовых рынков. Начнем с нашей рубрики ТОП-5 о наиболее значимых событиях, влияющих на биржевой рынок. На пятом месте новость о том, что компания Дэвида Бэкхэма хочет покорить мировой рынок киберспорта через IPO. Компания, с учредителем которой является Дэвид Бэкхэм, планирует стать первой киберспортивной франшизой, котирующейся на лондонской фондовой бирже. Гилдэ Спортс заявила, что хочет выстроить глобальную спортивную франшизу по образцу английской премьер-лиги НБА и НФЛ. В следующем месяце она разместит 40% своих акций на открытом рынке и надеется привлечь 20 млн фунтов, чтобы расширить бизнес. В киберспорте существует ряд профессиональных команд, соревнующихся в различных дисциплинах. Листинг на фондовой бирже обеспечит Гилдэ Спортс доверие участников рынка и необходимый капитал, чтобы реализовать свои амбиции и стать одной из 10 лучших киберспортивных франшиз в мире в течение ближайших трех лет. Футболист Дэвид Бэкхэм, бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии, будет использовать свое влияние и связи для продвижения бренда. Популярность киберспорта резко возросла в последние годы, достигнув мировой аудитории почти в 500 млн человек и доходов в 1 млрд долларов в 2019 году. Некоторые киберспортивные события, такие как чемпионат Лиги Легенд 2017 года, привлекли больше зрителей, чем Уимблдон или Тур де Франс. Четвертое место мы решили отдать публикации о состоянии британской экономики. ВВП Великобритании вырос на 6,6% в июле. Экономика страны постепенно восстанавливается после резкого спада из-за пандемии. Фактически, рост ВВП в целом соответствовал ожиданиям. Последние данные Управления национальной статистики показали снижение экономики на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже ожиданий сокращения на 11,4%. Несмотря на то, что британская экономика неуклонно движется по пути восстановления, ей все еще приходится компенсировать почти половину ВВП, потерянного с начала пандемии. Показатель волового внутреннего продукта в июле был на 18,6% выше своего апрельского минимума, но оставался на 11,7% ниже докризисного объема наблюдавшегося в феврале. Напомним, что ВВП Великобритании рухнул на 20,4% во втором квартале 2020 года. Однако, как полагают эксперты, июльский скачок активности, вероятно, был последним, и полное восстановление не произойдет раньше начала 2022 года. Аналитики считают, что Банк Англии все же расширит программу количественного смещения еще на 250 миллиардов фунтов стерлингов. Изменение климата может вызвать экономический хаос. Эта новость занимает третье место нашего рейтинга. Согласно опубликованному в США федеральному отчету, далеко идущие последствия изменения климата могут создать хаос в финансовой системе и подорвать американскую экономику. Консультативный комитет по изменению климата включает в себя представители банков, экологических групп и инвесторов. Ученые уже назвали изменение климата виновником разрушительных погодных явлений в США, включая лесные пожары, сильные наводнения и ураганы. Отчет примечательен еще и тем, что он прямо противоречит при уменьшении президентом Дональдом Трампом и другими республиканцами последствий изменения климата. Президент Трамп назвал изменение климата обманом и отменил экологические нормы. Эксперты надеются, что широкое участие представителей промышленного сектора в подготовке отчета изменит тон администрации. Со временем, если не будут предприняты значительные действия для сдерживания роста средних мировых температур, последствия изменения климата могут снизить производственный потенциал экономики и подорвать ее способность создавать рабочие места, доход и возможности. На втором месте нашего рейтинга – публикация о росте китайского экспорта третий месяц подряд. Все больше торговых партнеров КНР вновь открывает свои экономики после пандемии. В августе экспорт вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. Это самый сильный рост данного показателя с марта 2019 года. Аналитики ожидали, что экспорт увеличится на 7,1%. Импорт упал на 2,1% по сравнению с прогнозами рынка о росте на 0,1%. Сильный экспорт предполагает более быстрое и сбалансированное восстановление китайской экономики, которое набирает обороты после рекордного падения в первом квартале. Опрос производителей показал, что китайские заводы сообщили о первом увеличении новых экспортных заказов в этом году. Подъем бизнеса также привел к дальнейшему расширению производства, спровоцировав самый резкий прирост сегмента почти за десятилетия. Экспортные показатели Китая, усиленные рекордными поставками медицинских товаров и устойчивым спросом на технику и электронику, не особо сильно пострадали от пандемии, вопреки ожиданиям экспертов. Китай стремится уменьшить зависимость от мировых рынков для своего развития, поскольку конфликт США и пандемия увеличивают внешние риски. Ожидается, что уже обострившаяся напряженность между США и Китаем усилится в преддверии президентских выборов. Уолл-стрит видит позитив в недавней распродаже технологического сектора. Эта публикация занимает первое место нашего рейтинга. Некоторые из крупнейших игроков Уолл-стрит рассматривают недавнюю распродажу акций на фондовом рынке как волну турбулентности, а не как начало более длительного спада. Инвеско назвал резкое падение NASDAQ здоровым периодом консолидации, в то время как управляющий фондом Lord Abbott сказал, что оценка американских акций вероятно заслуживает внимания, основываясь на анализе доходов компаний. 4 сентября Goldman Sachs подтвердил свою целевую цену на конец года на уровне 3600 для S&P 500, что примерно на 6% выше закрытия индекса в среду, в то время как UBS Global Wealth Management рекомендовал клиентам вливаться в рынки, а не оставаться в стороне. Их оптимизм показывает, как обещание Федеральной резервной системы удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне и надежды на прорыв в разработке вакцины от COVID-19 подкрепили рыночный рост в этом году. При этом многие по-прежнему опасаются, что президентские выборы в США и огромные опционные ставки на акции технологического сектора могут усугубить рыночные колебания в оставшиеся месяцы года. Это был топ-5 самых значимых новостей недели по версии нашей команды. Какому событию вы отдали бы первую строчку рейтинга? Делитесь с нами ваше мнение в комментариях к этому видео. финверсия.ру и финверсия.тв в удобном для вас формате. Теперь в Яндекс.Дзен и на Телеграм. На главной странице портала финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала. Подпишитесь и получайте наши материалы и видео так, как вы привыкли. Вопреки высокой волатильности евро-доллара, вызванной неожиданно оптимистичным заявлением руководства ЕЦБ на пресс-конференции, котировки не смогли сильно продвинуться за неделю и достигли отметки 1,1845. На старте недели доллар продолжил укрепляться. В четверг рынки развернулись после объявления о том, что ЕЦБ не видит необходимости излишне реагировать на рост евро, поскольку придает значение только влиянию курса на инфляцию. Глава Европейского центробанка Кристин Лагард отметила, что повышение стоимости европейской валюты оказывает негативное давление на цены. Но восстановление спроса и сильный рост активности в производственной сфере все же даст импульс на повышение инфляции до уровня 0,3% в 2020 году и более ощутимый прирост в долгосрочной перспективе. Прогноз по изменению ВВП на текущий год также был повышен до минус 8%. В целом ЕЦБ ожидает менее глубокую рецессию, но более медленное восстановление, чем прогнозировалось ранее. Лагард отметила успех программы экстренных покупок и целевых долгосрочных операций рефинансирования, а также в очередной раз подтвердила готовность банка воспользоваться дополнительными стимулами и сохранить ставку без изменений. Аналитики из Данский банк полагает, что евро получил от центробанка значимую поддержку, и пара скоро протестирует ключевое сопротивление 1,20, а в перспективе трех месяцев достигнет отметки 1,23. По мнению экспертов Морган Стэнли, восстановление мировой экономики к уровню начала года можно будет ожидать уже в октябре, а в США – ко второму кварталу 2021 года. По их мнению, на фоне беспрецедентных мер налоговой бюджетной поддержки и осложнений в торговле возможен рост инфляции, а индексы цен производителей и потребительских цен в США, по последним данным, уже выросли. Экономисты с Goldman Sachs повысили прогноз роста ВВП США в третьем квартале с 30 до 35%, также на основании сильных расходов потребителей. Последующее укрепление индексов ожидается начиная с четвертого квартала. Конгресс так и не выработал единого решения по налогово-бюджетному стимулированию. Республиканцы считают, что размер программы помощи должен быть небольшим, а демократы настаивают на пакете в несколько триллионов долларов. Goldman Sachs предположил, что приближение выборов еще сильнее усложнит этот спор. Если совместное решение все же будет принято, возможен импульс для доллара сильным, но краткосрочным эффектом. Некоторые эксперты полагают, что отсутствие сделки по Брекзиту может оказать давление не только на фунт, но и на европейскую валюту, в том числе в паре с долларом. Введение карантина сейчас более вероятным в Европе, чем в США. Таким образом, тренд роста евро против доллара, основанный на стабильности темпов восстановления экономики, может быть в любой момент сломан, благодаря политике. Но, вероятно, это не произойдет в ближайшее время, а значит, курс единой валюты будет укрепляться. Британская валюта всю прошлую неделю оставалась под давлением, которое продолжается с начала сентября. В итоге потери фунта против доллара превысили 3,3%. Котировки достигли отметки 1,2796. Опасения по поводу Брекзита без соглашения вновь усилились на прошлой неделе, после появления сообщений о готовности правительства Великобритании принять закон, который аннулирует ранее достигнутые договоренности и выводит Северную Ирландию из сферы влияния ЕС. У Брюсселя среди инструментов давления на Лондон есть возможность возбуждения дела в Европейском суде и введения финансовых санкций. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что США не поддержат торговую сделку, если Великобритания нарушит соглашение о выходе из ЕС. Министр торговли Франции Франк Ристер заявил, что британцы напрасно блефуют, поскольку ЕС не сможет отказаться от справедливых условий торговли. Но ряд экспертов не считает поведение Бориса Джонсона блефом. Великобритания действительно может подождать более благоприятной ситуации для переговоров в следующем году. По крайней мере, с Японией в итоге удалось достичь соглашения о свободной торговле. Пока же переговоры с Евросоюзом находятся в очевидном тупике. Аналитики из Rabobank полагают, что пространство для любого соглашения между ЕС и Великобританией сужается, поскольку до окончания переходного периода осталось мало времени, и это отрицательно скажется на стоимости британской валюты. Эксперты MUFG полагают, что фунт в октябре может продолжить падение, хотя участники рынка уже сейчас закладывают в цены более высокую премию за риск по брекдиту. Главный экономист Банка Англии Энди Халдейн выступил против продления схемы сохранения рабочих мест сверх крайнего срока 31 октября. Правительство собирается продолжить борьбу с безработицей компенсациями для предприятий, попавшими в карантин. Однако среди экспертов растут опасения, что сопротивление кризису будет ослабевать по мере увеличения потей рабочих мест и снижения спроса на товары и услуги, в то время как риски для общественного здравоохранения сохраняются. Производственная активность восстановилась, а показатели в жилищном строительстве выросли. Однако Банк Англии не ожидает, что ВВП вернется к докризисному уровню как минимум до конца следующего года. В пятницу стало известно, что показатели роста ВВП за август оказались ниже прогноза, а дефицит сальдоторгового баланса увеличился. Эксперты TD Research констатируют, что фунт остается под значительным давлением и находится ниже ключевых уровней поддержки. И хотя пространство для падения еще есть, в среднестрочной перспективе американская валюта пойдет на снижение. Но пока доллар не укрепляется и не падает в цене, его движение в отношении основных валют достаточно хаотичное. В то же время просадка фунта становится все более заметной. Экономические данные выходят разнонаправленными, а политические и правовые риски все сильнее влияют на стоимость британской валюты. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост евро-доллара к уровням сопротивления 1,1870, 1,1900, 1,1920, 1,1950 и 1,1975. По фунту доллара ожидаем снижение пары к поддержкам 1,2780, 1,2760, 1,2730, 1,2700 и 1,2660. Продолжаем наш выпуск и сейчас представляем вашему вниманию обзор экономической статистики на новую неделю. 14 сентября в Новой Зеландии станет известен индекс активности в сфере услуг от BusinessNZ. В Китае публикуют индекс цен на жилье. В Японии выйдут данные промышленного производства и показатель активности в секторе услуг. В Великобритании станет известен индекс цен на жилье RightMove. В еврозоне опубликуют данные промышленного производства. В Великобритании пройдет слушание отчета об инфляции и голосование парламента по Брекситу. 15 сентября в Новой Зеландии выйдет индекс цен на жилье Rines и исследование потребительских настроений от Westpac. Резервный банк Австралии представит протокол заседания, состоявшегося две недели назад. Также в Австралии станет известен индекс цен на жилье. В Китае публикуют данные розничных продаж и промышленного производства. Состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая. В Великобритании выйдет уровень безработицы, количество заявок на пособие по безработице и уровень средней заработной платы. В Швейцарии станет известен индекс цен производителей, а во Франции и Италии данные потребительской инфляции. Также во вторник исследовательский институт ZEV представит индекс экономических настроений в еврозоне, показатель оценки текущих экономических условий и индекс настроений в деловой среде Германии. Также в еврозоне станут известны затраты на единицу рабочей силы. В России опубликуют показатели промышленного производства. В Канаде выйдет показатель объема производственных продаж. В США опубликуют показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, индексы цен на импорт и экспорт, показатель розничных продаж Redbook и данные промышленного производства. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти за прошлую неделю. 16 сентября в Новой Зеландии опубликуют квартальный платежный баланс и счет текущих операций по отношению к ВВП. В Японии выйдут данные импорта и экспорта и общая сальдо торгового баланса. В Австралии станут известны индекс опережающих индикаторов и данные продаж новых домов. В Великобритании опубликуют индекс розничных цен, показатели цен производителей, базовой и основной индексы потребительских цен. В еврозоне станет известен торговый баланс. В этот же день в России обнародуют индекс цен производителей. В США выйдет индекс ипотечного кредитования MBA, данные розничных продаж и объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В Канаде станут известны показатели потребительской инфляции и объем инвестиций в канадские ценные бумаги. Состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам США. Станет известно решение регулятора по процентной ставке и состоится пресс-конференция руководства Центробанка. Управление энергетической информации отчитается о запасах коммерческой нефти в США на прошлой неделе. 17 сентября в Новой Зеландии опубликуют данные роста ВВП за второй квартал текущего года. В Австралии выйдут показатели полной и частичной занятости, уровень безработицы и экономический бюллетень Резервного банка. Состоится заседание Банка Японии, станет известно решение регулятора по процентной ставке и пройдет пресс-конференция руководства Центробанка. В Швейцарии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В еврозоне станут известны базовые и основные индексы потребительских цен, а также объем производства строительном секторе. Также в четверг состоится заседание Банк Англии, станет известно решение регулятора по процентной ставке и объема покупок активов. Кроме того, пройдет пресс-конференция руководства Центробанка, будет опубликован отчет по денежно-кредитной политике. В США опубликуют данные начатого строительства домов, динамику разрешения на строительство, число первичных и повторных заявок на пособие по безработице и показатель деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В Канаде выйдет отчет по занятости ADP. Управление энергетической информации США отчитается по запасам природного газа за прошлую неделю. 18 сентября в Японии опубликуют индекс потребительских цен. В Великобритании выйдут данные розничных продаж, а в Германии индекс цен производителей. В еврозоне станет известен баланс счета текущих операций, а в Италии данные розничных продаж. Центробанк России объявит свое решение по процентной ставке и станет известен уровень безработицы. США опубликуют баланс счета торговых операций и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. В Канаде выйдут данные оптовых продаж. Компания Baker Hughes отчитается об активных нефтяных платформах в США и в мире. В ближайшую среду, 16 сентября, в 19.00 по Москве, в прямом эфире на нашем канале состоится практический вебинар на тему высокодоходной инвестиции, стратегии, модельные портфели и секреты автоследования. В мероприятии примут участие управляющий партнер бюро МКварта Игорь Мальцев, аналитик инвестиционной компании RecomTrust Олег Абелев и главный редактор нашего портала finversia.ru, эксперт Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Янард. В ходе лекции вы узнаете, почему стоит доверять модельному портфелю, с чего начинать и как распределить капитал, кому из частных инвесторов поможет автоследование и как его лучше использовать в среднесрочных инвестициях. Ну а через неделю, 24 сентября, в 6 вечера по московскому времени, известный российский инвестор и эксперт, профессор высшей школы экономики Евгений Коган и Янард обсудят предстоящие президентские выборы в США и их влияние на мировые финансовые рынки. Что может произойти до выборов, к чему готовится после, на что обратить внимание частному инвестору, что может произойти с курсом доллара и возможен ли обвал финансового рынка. Ну а полный календарь предстоящих прямых эфиров нашего канала вы сможете найти в описании под этим видео. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Финверсия ТВ и МКварта представляют Янард, Петр Пушкарев, Александр Ялин. В серии интерактивных вебинаров «Активные инвестиции. Сценарии и практика доходных решений». Если вы хотите иметь самостоятельную активную позицию в планировании инвестиций, выработать собственную стратегию управления и контроля инвестиционного портфеля, эффективно реагировать на ситуацию на рынках в период кризисных явлений, грамотно и эффективно использовать доступные инструменты, то примите участие в этом уникальном проекте, объединившем знания и опыт трех известных финансовых экспертов и практикующих частных инвесторов. В течение трех недель в серии из шести двухчасовых интерактивных вебинаров спикерами будут рассмотрены основные принципы активных инвестиций – распределение капитала, методы анализа, доступные инструменты в соотношении доходности и риска, отдельные инвестиционные стратегии и решения, сценарии развития ситуации на рынках на втором полугодии 2020 и в начале 2021 годов. В ходе вебинаров значительное место будет уделено практическим примером инвестирования и ведению спикерами собственных инвестиционных портфелей. Принять участие в серии интерактивных вебинаров и задать вопросы спикерам можно пройдя по ссылке, расположенной под видео.